Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенное. Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 131. 1 к Тимофею, 5 глава, 1 стих. Старца не укоряй, но увещевай, как отца. Младших, как братьев. Как это? Ответ Игнатия Тихоныча Лапкина. Иов, 12 глава, 12 стих. В старцах мудрость, и в долголетних разум. Притчи, 16-31. Венец славы – седина, которая находится на пути правды. Притчи, 20 глава, 29 стих. Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина. Псалтирь, 118-й Псалом, с 99-го по 100 стих. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущь более старцев, ибо повеления твои храню. Сираха, 42 глава, 8 стих. Не стыдись вразумлять неразумного и глупого, и престарелого, состязающегося с молодыми. И будешь истинно благовоспитанным, и заслужишь одобрения от всякого человека. Псалом, 79. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя. Не оставь меня. Премудрый Соломона, 2, 10. Будем притеснять бедняка, праведника. Не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца. Сирах, 6 глава, 35 стих. Бывай в собрании старцев, и кто мудр, прилепись к тому. Люби и слушать всякую священную повесть. И притчи разумные, да не ускользают от тебя. Сирах, 8 глава, 11 стих. Не удаляйся от повести старцев, ибо и они научились от отцов своих. Сирах, 25 глава, с 6 по 8 стих. Как прилично сединам судить и старцам уметь давать совет. Как прекрасна мудрость старцев, и как прилично людям почтенным рассудительность и совет. Венец старцев многолетняя опытность, и хвала их, страх Господень. Указанные места Библии показывают, какую роль занимает опыт старости, и какую пользу можно извлечь из нее для молодых. Во всех народах, особенно в южных, с младенчества воспитывается особое, трепетное отношение, как с окалом, к их совету. Старцы не всегда правы, и не все. Они более ранимы, и против них часто молодые совершают грех хама, открывая наготу отца. Поэтому апостол Павел подсказывает Тимофею никогда не укорять старцев, но вразумлять их скротостью. Сирах, 25 глава, с 3 по 4 стих. И три рода людей возненавидела душа моя, и очень отвратительна для меня жизнь их, надменного нищего, лживого богача и старика-прелюбодея, ослабевающего в рассудке. Иов, 32-9. Не многолетние, только мудрые, и не старики разумеют правду. То есть это оживление этих вопросов.